привет братцы рыбаки сегодня я вам покажу как легко и быстро можно сделать вот такие вот кормушки наподобие флэт эти вот я делал специально для рыбалки на обе они где-то 130 грамм у меня получились тяжеленькие там на обе сильное течение чтобы не сносила снасть мне такие как раз и нужны так что кому интересно смотрите это видео все увидите как это легко делается и так для изготовления кормушки мне потребуется медный провод вот этот вот сечением 2 миллиметра по моему небольшой кусочек пластилин сделал заранее вот такую вот из картона формочку залепил ее бумажным скотчем свинец гипс строительный емкость где его разводить вода две трубки разного диаметра одна чуть побольше 1 чуть поменьше газовая плитка или любая другая электроплитка там плавится и нет ну и немного инструментов для начала нужно извлечь медь из изоляции сейчас все извлеку и продолжим забыл сказать для крепления самой кормушки буду использовать вот такую толстую сварочную проволоку от полуавтомата она где-то пол миллиметра провода зачистил теперь их надо немного выпрямить и приступать к изготовлению лекала для будущей формы для изготовления одной кормушки потребуется четыре вот таких вот пруточка два буду сгибать по трубочке с большим диаметром два более мелким большего радиуса будут ближе к середине меньшего радиуса будет по краям маленькие заготовки должны быть чуть меньшего размера поэтому примерно откусываем от них по пол сантиметра от каждого теперь из пластилина можно слепить форму форма будет в виде яйца немного выравниваем нижнюю часть должна стать вот такой вот плоской верхняя пусть даже немного помяты ничего страшного теперь вставляем ровненько вот так вот проволочки вот что должно получиться дальше берем кусочек проволоки от сварочника и вот так вот аккуратно его выпрямляем затем его надо влепить сюда вот сверху посередине делать это нужно уже аккуратно все можно сказать наш шаблон готов теперь можно приступать замески гипса сперва в емкость наливается вода и только затем добавляется гипс когда будете его добавлять перемешивать сразу его не надо чтобы он не вступил в реакцию просто насыпаете только затем начинаете перемешивать по густоте он должен стать приблизительно как густая сметана вот примерно вот такой вот затем все это дело и вливаем формочку вот так вот немного постукивая выбиваем воздух дальше берем любое растительное масло смазываем очень хорошо наш шаблончик чтобы его потом было очень просто извлечь с гипсом прям вот так вот очень очень хорошо все части которые будут утопать в гипсе смачиваем выравниваем все и пока гипс не застыл погружаем еще раз уровень теперь нужно дождаться когда все вот это вот застынет поэтому пока что я отключаюсь после высыхания продолжим прошло где-то около получаса гипс уже маленько схватился теперь можно вскрыть форму чтобы он быстрее высох то есть аккуратненько отделяем картон ну и пока гипс не совсем еще схватился можно аккуратненько снять фасочки чтобы в дальнейшем при работе об них не поцарапаться не порезаться все пусть сохнет дальше также если гипс схватился уже более-менее хорошо можно вытащить наш шаблончик делать это нужно очень аккуратно чтобы не разрушить саму форму чуть-чуть вот так вот плоскогубцами поджимаем и немного подшатывая извлекаем и также аккуратненько достаем пластилин такая вот формочка у нас получилось передаем ей полностью высохнуть дальше надо сделать так скажем грунтозацепы это можно сделать с помощью обычного сверлышка развальцевать немного вот эти вот отверстия у меня есть вот гормашиночка маленькая я буду с помощью ну вот и все моя форма готова теперь ее нужно оставить до полного застывания гипса это займет еще часа два потому что до сих пор еще влажный надо чтобы он очень хорошо просох увидимся через два часа и продолжим и так прошло два часа форма подсохла думаю можно уже пробовать заливать первые грузы и перед этим надо немного наждачной шкуркой обработать так вот краешки чтобы лучше была сцепка со свинцом пока я это буду делать можно уже ставить платье свинец если вам нужна глухая оснастка соответственно вот этот пруток можно взять короче позже покажу как она делается сейчас я делать буду скользящую ставим все выравниваем что мне получилось при заливке свинцом соблюдать правила техники безопасности берегите глаза руки форма может быть еще чуть чуть сыроватая поэтому может стрельнуть лучше одеть перчатки и очки чтобы защитить глаза кормушка остыла теперь ее нужно аккуратно достать главное не спешить гипс не поломался как видите форма целая такая вот кормушечка получилось теперь надо откусить вот эти вот лишние хвостики теперь чтобы сделать кормушку скользящих вставляем какой-нибудь пруток ну вот у меня шило попалась под руку придерживаем вот так вот проволочку накручиваем лишнее откусываем и подгибаем точно так же с другой стороны дальше берете либо ушную палочку либо стержень от авторучки я возьму стержень заплавляете один край делаете вот такой вот грибочек немного можно развальцевать внутри отверстия вставляете отмеряете нужную длину и с этой стороны точно так же расплавляете развальцовываете вот вам готовая флот кормушка это скользящий вариант сейчас сделаем глухой глухой монтаж делается точно так же как вот и скользящий единственное вот эту центральную проволочку на одном краю нужно сделать ушко и она такая длинная не нужна она будет короче ставим на разогрев свинец пока он будет плавиться собираем форму вот такая вот ушко получилось вот эту часть когда вытащу отрежу и кормушка готова ее также надо аккуратно достать чуть-чуть пошатывая извлекаем из формы вот этот хвостик нам не нужен мы его откусываем вот здесь вот будет цепляться леска или шнур и соответственно вот эти вот хвосты тоже длинные такие нам не нужны их тоже укорачиваем ну в общем как вы можете убедиться ничего сложного в изготовлении нету делал я их сегодня первый раз нужны мне такие для рыбалка на обе там сильное течение поэтому делал я их где-то ну 120-130 грамм каждого получилось соответственно можно сделать и больше и меньше то есть это кому как нравится я вам лишь показал принцип такого вот изготовления а вот таких вот как раз мне не хватало тяжелых кормушек именно для течения которые будут устойчивы которые не будут стаскивать так что кому понравилось это видео ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки на этом у меня все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал всем пока